Привет, друзья! Коротко расскажу о передаче «Недвижимость для чайников». В серии коротких выпусков я буду рассказывать о процессе сделки с недвижимостью простым языком, а не языком риэлторов. Почему у меня это получится? Потому что, во-первых, сам я никогда риэлтором не работал, а во-вторых, я уже много лет наблюдаю за работой риэлторов и рынка недвижимости в целом с очень близкого роста. В первых выпусках я отвечу на самый изначальный ключевой вопрос, которые возникают у обычных людей. Как гласит пословица, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Так вот, человек регулярно думает о том, как бы найти место, где лучше жить. Другими словами, мы думаем о том, как бы купить жилье в лучшем месте, лучшего качества и подешевле, или о том, как бы полезнее для себя использовать ту недвижимость, которая уже у нас есть. Чтобы вам удобно было смотреть, каждая передача будет длиться не более пяти минут. И в ней будет ответ всего на один вопрос. Итак, в первом блоке мы рассмотрим вопрос, что нужно решить в самом начале? Какие сделки можно делать без риэлтора? Почему 90% сделок сложнее, чем вы думаете? Зачем нужен риэлтор и что это такое? Чем может помочь риэлтор при покупке новостройки? Как выбрать хорошего риэлтора? Сразу оговорюсь, если в моих высказываниях будет часто звучать слово риэлтор, то это потому, что я лично знаком с многими профессионалами рынка, которые регулярно помогают своим клиентам либо избежать проблем, либо получить немалую выгоду. Это во-первых. Во-вторых, мировой опыт развитых стран показывает, что операция с недвижимостью – это профессия. Поэтому рано или поздно в нашей стране и рынок недвижимости станет белым и открытым. А операции с недвижимостью перестанут быть такими затратными по времени, нервам и рискам. Ведь всего 10 лет назад продажа автомобиля была настоящим триллером, а сейчас это совершенно понятная и прозрачная процедура. В свою очередь, я готов всеми силами бороться с теми, кто благодаря отсутствию барьера для входа в профессию риэлтора не оправдывает доверие своих клиентов. Таких тоже много, и те услуги, которые они пытаются вам продать, лучше сделать самим. Надеюсь, что информация от меня будет для вас полезной, как и все, что делается на канале m2tv.ru. Смотрите недвижимость для чайников, а для вашего удобства подписывайтесь на канал. Ищите меня в соцсетях Facebook и Вконтакте. До встречи в эфире!